коротко документы мне давай ты для меня никто не звать тебя никак нагадишь потом убежишь я знаю вашу подлинную натуру бегаете трусливо прячетесь человек с трусил то побежал дождись матюшенко и 2 там как извините я их не убегаю я не прячусь будут документы буду платить не буду документов не буду платить давай разбираться вот все чё-то у щеки надувают они же денег хотят меня хотят нагло ты пытаешься с ними договор заключить они уклоняются этот инструмент должен причиняться тебе а имитировать как у тебя там заднюю часть возделения там свое на меня чем больше дают тем больше сопротивляйся эти расскажу как должно быть они то себя сейчас как бандиты деньги получать они тут как тут касса главная работа это все остальное не работает непонятно кто непонятно что бардак но этом забегали и менты забегали все забегали основы являются решение общего собрания собственников и ты в праве платить всего по одному рублю мы с тобой не признаем это мы как раз вопросы задает как мы правоотношения сложиться от слова ложь ну да нету вот когда будет тогда приходите то закон так требует было паспорт будет приходите но чё вы выпился смотришь на меня норма закона где написано что я должен платить любому кого ты представляешь кто тебя сюда послал они от меня бегают и убегают и прячутся если у тебя все нормально что ты убегаешь у тебя будет доказательство я говорю я извините я ведь не убегаю я не прячусь я добропорядочный гражданин здравия документы будете действовать у тебя позиция то такая будут документы буду платить не буду документов не буду платить все ты от своей позиции не уходишь она правовая позиция я обязан действовать на основании документов имеющих юридическую силу вот этот вчера матюшенко доверещать никто не оспорил эти решения общего собрания ничтожные решения общего собрания они не имеют юридической силы они почему их и не при не направляют потому что не знают что это документ фальсифицирован они почему его и прячут они думают со своей тупой колокольни 6 месяцев прошло вы же не оспорили это позволь о каком ты документе говоришь об этом я сейчас таких тебе документов тоже нафигачу решил поумничать что ли а выгнешь дурак дураком я спорил вот иди оспаривай умник нашелся оспорил добро добро ясно буду действовать самое главное ты подал заявление зарегистрировал что да была попытка опять противоправная без предоставления документов самоуправства попытка самоуправства самоуправно уничтожить общее имущество объясняешь свои действия давай подумаем вниз я так думаю что надо вокруг этой по конечно так сил кизе расставить почему потому что документов у них нет они сейчас пытаются все на грани сова действует на храпом на храпом я предполагаю следующий раз они с это сейчас на охрану придут пусть приходят с частной охраной а частная охрана такого как с какой целью туда придет она что of это частная охрана скам так это частная охрана заключила договор по вашему дому и защищаешь свои собственные имущества и сейчас на охрана для чего существует откуда прошла информация что сейчас на охрана придут ну я так думаю либо с полицией придут ну с полицией пусть приходят а полиция пусть фиксирует все эти действия самое главное документы пусть носят подтверждающие полномочия прямо так на самое главное полномочия откуда проистекают кто дал распоряжение полномочия лица которая дала распоряжение произвести отключение сейчас таких документов нет но у них слабое место именно первое не удостоверяют личность обрати внимание пытаются подсунуть какие-то удостоверения личности хотя должны предоставлять паспорт единственный документ который удостоверяет личность он на территории страны это паспорт удостоверение хорошо если есть удостоверение тогда доверенности давайте в любом случае паспорт должен быть указан доверенности то есть у этих лиц которые приходят отключение производит доверенности на осуществление действий у них есть не показывали ранее ну не должна быть паспорт доверенность на осуществление действий от имени юридического лица кто-то у них этот паск тут это директор русин вот он пусть и подписывает документ на у тебя 312 статья пункт 2 все четко написано не исполнять до представления документов удостоверенных нотариально а договора нет давай откроем это посмотрим статью еще раз разберем на юмжонт они будут говорить гражданский кодекс подождите минутку если гражданский кодекс документы должен быть потому что они же говорят про гражданский кодекс это гражданские правоотношения менты-то приезжают правильно ну отлично если высылаетесь на гражданский кодекс представитель кредитора действует на основании полномочий содержащихся в документе который совершал в простой письменной форме так значит давай двигаться 312 открываешь 312 статью читаем пункт 2 представитель кредитора в данном случае матюшенко и вся эта остальная свора которая с ним приходит действует на основании полномочий содержащихся в документе который совершен в простой письменной форме и выбрала ставим в такой документ в простой письменной форме нет значит действия вот этих лиц которые пришли полномочий этих лиц документально не подтверждается твоя позиция запоминай при общении с полицией извините они пришли совершать действия у них должен быть они ведь не является кредитором вот матюшенко является кредитором проверьте полномочий этого к матюшенко он предоставит удостоверение минутку удостоверение о чем говорит первое должен су это должностное лицо обязано проверить фамилию имя отчество удостовериться в личности того лица которое пришло совершать какие-либо действия часть 2 часть 2 статьи 161 документ удостоверяющий личность и внести эту все эти сведения в протокол мы с тобой помнишь а мы с тобой 160 какая 166 рука головки эту тюнил читал у пк давай смотрим 166 статью по головке так не пыхтеть не пыхтеть да нормально все нормально я знаю что нормально я про это же на меня чем на меня чем больше дают тем больше сопротивляюсь смотри фамилия имя и отчество каждого лица участвующие в следственном действии и в адресе другие данные вы личности пункт 3 скажет это не протокол следственное действие это протокол происшествие по аналогии фамилия имя и отчество каждого лица участвующих в этом событии у тебя есть паспорт ты представляешь эти все сведения должны быть внесены в протокол причем смотри фамилия имя и отчество как полностью каждого лица матюшенко кто там вот этот рыженький дмитрий дмитрий то парень как он шуневич дмитрий викторович дмитрий викторович все данные внести после этого документы описываются процессуальные действия в том порядке в каком они производились в данном случае проверка полномочий это же действие то конечно издеваешь идите давайте убедимся в полномочиях вот мои полномочия собственника просекает вот мой паспорт ознакомьтесь фамилия у меня по имя и отчество можете удостовериться в том что этот паспорт удостоверяет мою личность отлично теперь полномочия свидетельства государственной регистрации права я собственник этого имущества я-то собственник теперь давайте у этих мальчишек проверим полномочия которые пришли матюшенко у вас какой документ подтверждающий полномочия прошу внести это в протокол какие документы то кстати а тебе документ этот прислали когда вот который последний раз копию выдавали тебе происшествие где он нет конечно ничего не выдали вот этот мальчик который приходил он бумажку составил и с ним ушел конечно так напомню напоминалочка сейчас направим копию тебе документа почему не выдали то я требовал давай пусть разбираться будем почему они не выдают копию тебе нужен документ тем то есть и тебя лишают возможности защищать свои права ты же должен опираться на документ на составленный а тебя лишает такой возможности почему уголовное дело не возбуждено документ это должен быть у тебя этого смотри по аналогии то есть пришел полицейский он ведет себя точно также как бандит что ли вот как этим матюшенко если его там банда которая там вокруг них присоседилась подожди подожди ты про какого мальчика спрашиваешь про какую ситуацию поставил протокол протокол составлял мальчик в погонах до так при отключении приходил полицейский он составил взял эти разъяснения составили бумагу я их сфоткал составил протокол происшествия согласно у пк протокол происшествия ты сфотографировал конечно давай мне срочно на почту как раз при пойдем разбираться будем на авто вот когда позавчера когда они приходили и них ничего не получило все убежали при приходил опять вот этот участковый стык который это показал лицо вот он взял объяснение уже с константина с моего соратника я там вообще не участвовал вот как константин как свидетель выступал он не он как заявитель он он же звонил в полицию а он звонил полицию он как заявитель тогда ты выступаешь как свидетель а у меня вообще он не опрашивал даже а почему а почему тогда константин не не потребовал внести в протокол данные свидетели только два не документ который он там составил я разберем его понимаешь антон я так понимаю что мы должны разобрать эти документы и ты должен быть подготовлен по значит документально что нужно вносить как нужно вносить куда нужно вносить каким образом ты у тебя должен быть документ уже заранее подготовлены этим ситуациям я так думаю что это очень очень хорошая работа на этом мы разберем и людям всем покажем каким образом действовать при значит при взаимодействии с органами ну в данном случае пусть этот полицейский пришел на стадии совершения вот этой фиксации совершенное действие мы должны тоже действовать достаточно активно чтобы потом ссылаться на этот документ давай высылание его будем разбираться протокол предъявляется для ознакомления всем лицам участвующих в следственном действии ты там находился при этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащий внесению протокол замечания а его дополнение уточнение он совершил эти действия или нет мальчик это все внесенные замечания по дополнению уточнения протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц вот 166 166 статья достаточно четко все расписано какие реквизиты должны быть несены в тот или иной документ антон готовиться надо давай будем готовиться к атаке в этих матюшенко и сестры и замолчал запыхтел почему замолчал я это готовлю файлы к отправке молча надо что-то говорить и же это одно то другому не помеха или чего такие бумаги оформляет наш лучший друг вот который последний последний приходил и будем готовиться более того вопросы которые возникают еще это антон повторяю вопросы которые возникают по отношению кому бы то ни было они достаточно просты документ удостоверяющий личность документ удостоверяющий полномочия так и документ подтверждающий направление на совершение тех или иных действий в письменной форме а статья 312 вот она перед нами должны в праве не исполнять обязательства данному представителю до получения подтверждения его полномочий вот представляемого то есть непосредственно от русина в частности до предъявления представителем доверенности удостоверенной на-то реально за исключение случаев указанных в законе либо случая когда письменного получившего предоставлена кредитором непосредственно должнику кредитором является осень непосредственно должнику или когда полномочия представителя кредитора содержится в договоре между кредитором и должником то есть между высину и тобой всё четко написано кредитором кто выступает русин правильно отлично договор между кредит между русинами и тобой есть нету нету если ему вот и значит соответственно сведения о представителях кредитора ты не знаешь? Ничего ведь, правильно? Отлично. Давайте мне документ. Либо документ, либо пусть Русин непосредственно сюда приезжает. Вот у нас 312-я. Кредиторам Русин непосредственно наладожнику, да? Письменного полномочия представляет тебе. Письменного полномочия видишь, предоставлено кредиторам непосредственно наладожнику. То есть тебе все. О чем тут говорить? Представитель на полномочия в письменном, в простой письменном. Ты вправе не исполнять обязательства данному представителю до получения подтверждения его полномочия. От представляемого, то есть от Русина, до предъявления представительной доверенности, удостоверенной от Арияна. Вот это все. Вот она твоя статья. Распиши ее и поставь за место кредитора, поставь Русин и свою фамилию. Все? Скажи, давай документы. Ясно. Отправил тебе на почту. Сейчас я гляну, посмотрю, что ты тут. там не отправил. Опять что-нибудь не то отправил. как у меня. Вижу. Фото. Давай разбираться. Вот. Объяснение. Место рождения, место жительства, место работы, должность хорошая. Паспорт другие. Видишь, тут все написано. Паспорт другие. Права предусмотрен. Объяснение. Какие разъяснения? А это что? Кто написал красным? Я написал. Зачем? Захотелось. Вот этого больше не делай. Почему? Это документ. Любые внесения позже называется фальсификации, доказательств. Ты же будешь опираться на этот документ. Ты своей рукой уничтожил доказательства. А я не после внес, а сразу? Значит, в присутствии. И на том документе тоже, который находится у... Или это в одном экземпляре сделано? Один экземпляр. Один экземпляр. Вот тогда надо писать, кто внес разъяснение. Вот слова-то, кто внес. Вот я читаю. Я человек, который... Ну вот я читаю документ. Кто-то внес собственноручно, красное, пасное разъяснение. Я же не знаю, кто это внес. Внесенные изменения в документ, они должны быть удостоверены тем лицом. в том, которое вносило эти... Права, предусмотренные, не разъяснены также в административную задачу заведомо ложных показаний. Не разъяснены. Ну, есть вопрос. Значит, раз права не разъясняются, значит, с этим человеком-то разговаривает. Мандрыченко, лейтенант полиции, а что, он не знает, что ли, каким образом осуществляется диспетчатство права, поясняется следующее. Это он писал-то? Да. Мои слова записаны верно. Заместо подписи ты написал буквы. То есть ты опровергаешь, опровергаешь вот эту информацию, которая... Я правильно понимаю? Чё-то плохо тебя слышно. Ты опровергаешь ту информацию, которая изложена в этих разъяснениях. Объяснения. Нет, почему? Я пишу, что не разъяснили права. Всё. Нет, вот ниже, после объяснения красные буковки поставил. Подпись не поставил, не удостоверил. Ты фактически, ты отказался от этих объяснений. Правильно понимаю? Нет. Как? Ну, объясни, как это... Как я должен понимать? Вот вот и объяснение. По существу заданных мне вопросов проясняют следующее. Далее идут какие-то... Какой-то текст. С моих слов записано верно, должна быть подпись, подтверждающая, что тобой записано верно, и тобой прочитано. Подписи нет. Значит, своих слов записано неверно, и тобой не прочитано. И вся эта работа, получается, пустая. Ну? Или я как-то неправильно понимаю. Пандом? Надо было писать фамилию обязательно. Нет, ну, читай. С моих слов записано верно. Если я согласен с этим текстом, который здесь написан, я его удостоверяю своей подписью. Что я прочитал, я тоже прочитал и подписал, я подтвердил, что я действительно прочитал, и сказал так, что мои слов записано верно. Если скажем так, написано неверно, я пишу... У меня просто было в практике. Я объяснение давал одному полковнику, гаишнику, еще в 90-х годах. Я его заставил пять раз переписывать объяснение, потому что он постоянно изменял. Он же потом взмолился, говорит, а Виктор Иванович, что делать? Я говорю, вот как я говорю, так и записывайте в документ. Тогда я буду подписывать. Ну, говорите тогда, я говорю, так я вам рассказываю, вот дословно пишите, что я говорю, вот это и записывайте. Дословно написал, вот сейчас я согласен, взял, подписал. А сейчас, получается, ну, человек сделал, а ты не удостоверил свою подписью. Значит, вот это, все, что здесь написано, следует признать неверным. Ссылаться на этот документ уже с этого момента нельзя. Более того, права не разъяснены. Раз права не разъяснены, весь документ. А для чего тогда вызывал? Время потратил. Антон, я к чему? Да ясно, ясно, ясно. Я мотаю, мотаю, мотаю на ус, мотаю. Мотаешь на ус. Почему? Потому что надо, неоднократно говорю, ребят, разумно надо подходить. Разумно. Одно дело, документ, который, который фиксирует те данные, которые тебе нужны, другое дело, когда документ направлен против тебя. Вот здесь надо очень внимательно относиться. Ну ладно. Страшно, ничего не произошло, учимся, на ходу учимся. Это все объяснение, да? А это что такое? Это приложение к этому, да? Вот, листрочек. Это обратная сторона. Обратная сторона. Но на ней тоже подписи, я смотрю, нет. Тоже нет подписи, тоже неудостоверенно, тоже поставил сам же под сомнение свой же собственный документ. Получается, в пустую работу. А вот здесь, с моих слов, записано верно, много прочитано, а подписи опять нет. Да. Странный документ. Учту, учту. Протокол осмотра места происшествия. Тоже интересная вещь. Так, открыть с помощью... Вот, смотри. Осмотр места происшествия. Город Сургут, проспект Комсомольский, 21-16. Место составления начат, 19. Те, че, вечером были, да? Угу. Получил сообщение по факту отключения, прибыл, что он будет в присутствии понятых, не было понятых, с участием Булгакова, Антона. Видишь, опять нету. Подписи нет. Электрощиток на четвертом. Чего? Угу. На четвертом этаже подъезда номер один. Дом 21. Вот опять, перед началом осмотра участвующим лицам разъяснили их права, ответственность, а также порядок производства, осмотр места происшествия. Но он, я так понял, что он ничего... А, понятых. Участвующим лицам... Даже понятых не пригласил. Подожди, а ты-то той ведь тоже участвовал, почему тебе это не разъяснили? Тоже написано осмотра не понятым, а участвующим лицам. Ты же тоже участвовал в осмотре? Угу. Ну, их права и обязанности. То есть, перед началом осмотра и ответственность также порядок производства. Подписи-то, почему они здесь исключили? Здесь надо сразу заявлять возражение относительно действий, лица, которое прибыло, вы говорите, а мне, перед началом мне не разъяснили права, ответственность, также порядок производства, осмотра места происшествия. Ты-то должен знать, в каком порядке будет производиться осмотр места происшествия. Ну-да. Отметочку себе делай. По этому поводу давай документики будем готовить, чтобы у тебя были процессуальные документы перед глазами. Ты их всегда вытащил, сказал, а мне почему не разъясняете? Ведь мы же не просто здесь так делаем. 164-я, 176-я, они на УПК, уголовно-протациональный кодекс ссылаются. Мы с тобой посмотрели 166-ю статью, здесь, правда, на нее нету ссылки, но какая разница? Погодность, нормальное, освещение, осмотр, в основном, ну, что тут? Электрощиток расположен, опять подпись понятого нет. Опять подпись понятого. Почему понятых не пригласили? Не надо, что ли? Вот уже здесь нарушение, раз нарушение, значит, как, куда этот документ можно использовать? Пустая трата времени, документы уже не имеют юридической силы и не можем быть положены в основу решения суда. Вот они так тебе и делают вот это, показывают, как нельзя. Что за дурь, я смотрю, дурь, дурь, и все что-то ущеки надувают, блин. Хорошо, давай, Антон, я предлагаю сейчас это, остановиться по этому документу, я посижу, почитаю, давай будем сразу готовить тексты процессуальных документов, я так думаю, что эти не успокоятся. они же денег хотят, денег хотят нагло, вместо того, чтобы все, скажи, все просто, документы должны быть, документы представлены, договор должен быть с тобой заключен, ты пытаешься с ними договор заключить, они уклоняются до заключения договора, я правильно понимаю? Вот здесь-то есть роспись, правильно? Подпись? Здесь нет подписи. Ну как, вон написано, Булгаков. Вот здесь, да, а, ты про себя, ну, Булгаков, да, это есть, а здесь-то, я про другое, про вот это, Мандрюченко-то, с чего мы взяли, что это Мандрюченко? Пусть пишет Мандрюченко ВВ своей рукой, а это называется не подпись, это надпись, по этой надписи невозможно определить лицо, они специально развивают вот эти данные с левой стороны и с правой стороны, решили поумничать. Ясно, я это намотал на усы, это учту, растерялся в тот момент. Антон, ничего страшного, очень важно, ты получил сейчас информацию, мы по этой информации с тобой отработаем. Настоящий протокол составил, ниже частью, статью 166-167, мы с тобой читали. Поэтому надо очень хорошо готовиться, они еще не один раз придут, нам важно, чтобы у тебя перед глазами были записи, готовые процессуальные документы, ты знал, что необходимо делать, ты управлял процессом, ты управлял вот этим инструментом. Мандриченко или кто-то там другой приедет, это лица, которые, это инструмент, инструмент, с помощью которого ты решаешь свои правовые задачи. Этот инструмент должен причиняться тебе, нормам права, ты скажи, согласно нормам права, вы должны здесь это отразить. Почему вы этого не делаете? Обжаловать-то действие тоже можно будет, но если ты об этом не говорил, как ты будешь обжаловать? Скажи, извините, я тебе говорю об этом, ты не выполняешь, что у вас такое, что за колхозное отношение, вот это, почему ты делаешь вот эти закорючки рисуешь? Видишь, я написал Булгаков, я ведь не нарисовал тут закорючку какую-то, вот и ты тоже так же пиши, господин Мандриченко, а имитировать, как у тебя там заднюю часть, возделение там свое, не надо мне здесь. Ну, все, отлично. Значит, давай с этими документами, Антон, поразбираемся. сообщение о совершенном преступлении, давай, здесь тоже пора не переделывать. Вот смотри, не из видео тебе стало известно. Ну, это шаблон для всех я взял, чтобы каждый мог отправить. Минутку. А, чтобы каждый мог отправить? Да, я же это, я же не просто пишу сообщение о совершенном преступлении, я еще потом размещаю во всех чатах, там, социальных сетях, прошу поддержать, чтобы все отправились копом массово. Минутку, минутку, отлично. Тогда пиши, такого-то примера, что подтверждается видео под названием тогда-то, тогда-то, секунды, состыкуют, постыкуют, секунду. Если мы видео укладываем, мы должны указывать лица, откуда, что там, юрист-консульт, почему юрист, юрист, без буквы Т, юрист-консульт. Ну, ты не знаешь, юрист-консульт, предположительно, ведущий юрист-консульт, предположительно, Матюшенко. А вон же, выше написано слово предположительно, это были. Да, Матюшенко, Григорий, опять же, предположительно, ведущий юрист-консульт, предположительно, директор, ты же не знаешь, у тебя нет документов. Предположительно, соседка, Кирша Евгения, ты не знаешь, соседка она, не соседка, Кремова знает, кто она такая, Евгения. Хочется, ты не знаешь. То, что она была без маски, маски без маски но это уже отдельно там обстоятельства установлено лицо синие спецодъезжие электрик не электрик неизвестно отключили не отключили ты тоже не может сказать ты можешь сказать только о том что производили какие-то манипуляции и после которого тебя просто пропало напряжение ты не можешь говорить что не отключили электричество что они там что-то делали тоже нет документов подтверждающие что они отключили ли у меня есть видео подтверждающие что не провода оттуда выдирали еще раз они проводили какие-то манипуляции с электрооборудованием после которого у тебя исчезла еще свет в твоей квартире я про это говорю ты не можешь сказать отключить может они там совершенно не отключение занимались манипуляции какие-то они проводили правильно об этом мы можем мы можем только говорить что они дали провисто совершали какие-то действия после этого у меня пропало электричество кто же знает что они там делали они тебе не сообщили одно дело они тебе пришли вот я по порядку да приходят я богдан афиктор владеевич вот мой паспорт вот документ значит удовлетворяющими полномочия копию пожалуйста антон николаевич возьмите себе можете проверить паспорт и сделать отметку на копии документа да вот распоряжение на проведение определенных действий у тебя же нет таких документов я тебе расскажу как должно быть если ты являешься равноправным участником правоотношений и русин заботиться о том чтобы исполнять правоотношения это себя ведут сейчас как бандиты у них нет документов и ты вправе не исполнять их по отношению к тебе как к собственнику было применено насилие тебя не допускали к обеспечению защиты защите этих общего имущества ты-то собственник а у них документов нет вот когда пишем заявление так скажите я собственник поэтому в отношении общего имущества любой из собственников обязан действовать разумно и добросовестно защищать это вот в следующих абзацах написано ну давай сделаем это сообщение совершенно то есть ты уже отправил да не именно по 23 числу не отправлял тебе вот как хорошо давай я посижу посижу позанимаясь мы более как коротко из изложим мы будем говорить о том что происходило отсутствуют какие-либо документы нужно начинать с документов с доказательств доказательства надо собирать тщательно последовательно не забывать что доказательства полученные с нарушением закона не имеют юридической силы вот мы я сегодня тебе показывал тот протокол это протокол полученный с нарушением закона все документ не имеют юридической силы выбрасывающие и фактически все вся работа в пушку и уходит понятно там да ну все давай работать будет привет привет ну чё д д с в жр и полный полнейший ступор а у них карантин короче поехал человек от меня туда по доверенности заявление о належащем исполнении обязательства это вручить им они входящие не ставят канцелярия не работает что-то там компьютер сломался короче ну чушь всякую несли все все кабинеты закрыты все все лентами обмотана ну короче вообще жесть касса главное работает а все остальное не работает ну правильно как ассо работает они прям там за у себя в офисе устроили кассу то есть принимает денежку корреспонденцию не принимает то есть по почте засылаешь через почту россии они отказываются получать в живую приходишь они все закрыты на карантине и входящий не ставят ну в итоге удалось это все-таки входящий поставить а что за карантин то это объявлен этот карантин или объявлен не знаю ничего не поясняют короче ну не я ездил это человек от меня до канада тогда людям то сказать это карантин они значит не работают надо прекратить внесение уплаты обычно раз то смотрите деньги получать они тут как тут они значит касса у них работает проверку что я тебе отправил в таком виде только удалось то есть она взяла оригинал сняла с него копию взяла оригинал поставил на нем штемпель сняла с этого оригинала со штемпелем копию вот эту копию выдала без пометки что копия верна или ну очень не заверила копия на все под видео понятно то есть тоже непонятно кто непонятно что бардак значит я просто расскажу историю у меня было значит знакомый бухгалтер пошел точно также вот с этой погоню связался устроилась бухгалтером управляющей организации они точно также якобы закрылись но деньги получали только на это у нас кассата от населения получали деньги это продолжалось порядка где-то месяца полтора-два потом оказалось что оказывается то организация уже была расформирована они деньги просто так получали естественно бухгалтер попала под подозрение что она перед не знала этих вещей что ликвидированная организация она действовала да ладно но как она устроилась она документ это не видела вот она исполняла обязанности кассива получала и потом уголовное дело два два года ее телепали и она встречались разговаривали она говорит я с этой славотой будет после значит ходят мы улыбаются все типа мы тебя защитим я сам ездил с ними разговаривал с этими ребятками давайте так учета моих друзей туда втягиваете в эти но и там забегали и менты забегали и все забегали походили узнавали кто я такой почему я всюду нос свой свою слушай мне тут подсказали идею через гиджи кх направить хорошее дело давай направь через гиджи кх добро направлю направь через значит можешь направить и жилищную инспекцию скажи так и так вы следите здесь за исполнением управляющей организацией лицензионных требований и условий я вот не могу к ним направиться и документы руководство 59 федеральным законом пусть передадут сейчас самое главное в этой ситуации в которую попадаешь ты другие участники площадки разобраться со словами что является основой будет вопрос задан а основы являются решение общего собрания собственника в котором указаны условия договора управления вот для для любого из нас это является основой установления правоотношений то есть а уточню есть решение общее собрание предположим да о выборе какой-то управляющей организации ладно выбрали но если условия договора в этих решениях отсутствует значит собственники на их общем собрании такие условия договора не установили и ты в праве воспользовавшись ситуацией вот как у меня воспользуюсь платить всего по одному рублю если ты будешь платить по одному рублю тебя никто не сможет обвинить в том что ты платишь не платишь я плачу по одному рублю а почему по одному рублю а потому что я таким образом защищает свои законные интересы давайте мне решение общее собрание в котором указаны условия договора управления а если это не указано значит управляющая компания установила эти условия в одностороннем порядке они в одностороннем порядке установили я руководство из принципа мира направия тоже в одностороннем порядке установил условия договора управления давайте мне решение по условиям договора управления, я буду вам платить столько, сколько решили собственники. Все. Вот. А все остальные вопросы, которые Антон у нас там, я там посмотрел, да, я с мисок отслеживаю, ты же меня направляешь на почту, я вижу, они пока терпят. Нам не нужно торопиться, вот суетиться не надо, потому что, еще раз, как дом начинается с рытья котлована и укладывания в него, в этот котлован, фундамента, так мы, у нас сейчас пока мы даже не вырули котлован, у нас нет, куда фундамента? Фундамента нет. Зачем на чердак-то лезьте? Это эти чердак построили, вот обрати внимание, если посмотришь, большинство, почему неграмотно себя ведут? Потому что они бегут сразу на чердак или там еще куда-то в подъезд бегут, какого-то дома, который в голове у них там построился, придуманный дом. А раз они не смотрят на отсутствие котлована для фундамента, на отсутствие фундамента, значит они таки образом уже признают наличие этого котлована и наличие фундамента. Мы-то с тобой не признаем это, мы с тобой не признаем это, мы как раз вопросы задаем. Обрати внимание, мы с тобой направляем заявление, от которого, они же бегают, они же тебе тоже документы не предоставляют. Обрати внимание, ты к ним обратился, дайте документы, они тебе документы не дают, они тебе дают копии документов которые удостоверены ненадлежащим образом то есть то есть фактически не тебе не представляет доказательств документальных установления права отношений правильно понимаю если этих документов видишь а этот который вот бурлуцкий там у тебя сидит а он включил дурачка обратите внимание вот и все решения которые есть они сразу бегут сложились правоотношения как они сложились как мы правоотношения сложиться от слова ложь ну да совершенно верно ты правильно говоришь слова слова сложное там тоже ведь она она тоже интересная с ложью с одной стороны а с другой слагаемые тут ведь сканта а если есть речь идет о слагаемых мы как раз про это и говорим слагаемые протокол есть общего собрания но должно быть еще к нему к этому протоколу слагаемое это решение собственников по вопросу установления условий договора управлений управления где есть оно слагаемое нету вот когда будет тогда приходите собственники приняли решение об установлении правоотношений с какой-то организацией отлично для того чтобы установить правоотношения надо сначально договора утвердить на общем собрании есть эти условия они должны быть указаны решение закон так требует не решили ну так а что кто мешает то управляющие компании определить условия договора управления с собственниками никто давай действуй вот здесь можете эти документы у меня на столе заплачу не будет значит как управляющая компания в одностороннем по установил условия договор управлять так я устанавливаю что не так по моему все логично и правильно нет логично ну все давай по поводу незаконного отключения вот четыре дня назад документы будем истребовать из управляющих когда к ты сейчас вправе это потребует через полицию в полиция вправе потребовать эти документы связанные с отключением у тебя же привет у тебя предположительно имеются значит кто это сделал конечно я написал сообщение совершено преступление она зарегистрирована в мвд уже вот в рамках вот этого заявления направляешь полиции чтобы истребовали эти документы пусть истребуют все те которые мы с тобой обсуждали да там паспорта доверенность не но сейчас то пусть хоть любые документы ты нет они прописывают и знаешь об этом пусть они представляют какие они документы ясно потом потом будешь спрашивать а это где а это где а это где кто осуществлял отключение тот должен обеспечить чистоту совершения сделки не ты же а ты зачем больше больше рассказывать какие документы надо изготовить они же все умные они пытаются там когда приходят они там как он матюшенко то щеки надувает вопрос это ты кто такой а ты сам кто такой я-то собственник а ты кто такой ну что что ты матюшенко ну и что что ты там на какой-то якобы крутой машине ездишь такие крутые машины в реках потом находят так что давай друг пожалуйста документы представляет я вообще прихожу вот мой паспорт пожалуйста а вы свой паспорт у меня вот паспорт готов давайте если вы считаете меня равноправным участником сделки вот там этот дима этот рыженький то приходил отлично дима дмитрий вроде разумный человек давай так я свой паспорт показываю тоже свой паспорт показывал ты мой с моим паспортом ознакомишься с данными я с твоими чтобы у нас с тобой равноправные были отношения потом я несу свидетельство о государственной регистрации права ты предоставишь мне документы которые подтверждают твои полномочия на совершение каких-либо действий вот у меня так было мы тоже в такой же конфликтной ситуации было когда управляющую компанию вышибали в одном доме и там тоже такая толпа прибежала начинают что-то говорить были ребята болтать не надо давайте документы вот мой паспорт у кого есть есть паспорт стоят смотрят и был вот паспорт будет приходите паспорт принесли отлично говорю паспорт тут вы ознакомились я сейчас лично знаю вы ознакомились видели видели теперь мои полномочия ну вот я представляю интересы собственника говорю фрида фатихона вытащите пожалуйста она вынесла вот видите свидетельство вот копия этого свидетельства ознакомились знакомились ваши документы нету вот когда будут тогда приходите договорились да договорились быстро вымелись из дома быстро мало того что помещение освободили еще и победили покрасили его у тебя то сейчас вопрос отношение то на чем основан у тебя отношение то на чем основан у тебя этот главный вопрос они же тем не не раскрыли его как ты можешь платить но предположим садоводцы можно есть платить потому что садоводцы вот он садоводство и вот они здесь кассир сидят здесь все вроде бы здесь ты знаешь и вот . будет твой участок находится садоводстве там все тут понятно хозяйство непонятно ведь коммерческая организация правоотношения это непонятно есть нету доброта тогда откладываем сведения оба грн я тебе на почту отправил этот ну первую страницу как они зарегистрировали вот смотри вчера мне прислала одна из участниц нашего движения славы значит постановление о возбуждении исполнительного производства я говорю ну хорошо давай читать этот документ давай стали разбираться игру вот видишь говорю управляющих компания есть название да а где основной государственной регистрационный номер 9 н.н.н. я говорю сегодня одна организация предъявит тебе да ты заплатишь а потом где доказательства то кому ты заплатил хотя вот там это ну там ну какая-то имя имя этой организации а с такими именами очень много один а эти с одинаковыми названиями с кавычками и без кавычки организации а грн только можно определить вот и буду надо сейчас разбираться с этим кому мы платим мы заплатить мы можем опять же только на основании решения общее собрание собственников там есть углубленная выбранная организация так вот она совпадает да мне плевать что она совпадает в гранта где если я если скажем так я должен платить виктору богданову на предположим приказу виктору богданова нужно заплатить деньги а виктора богданова то сколько час в поиск лишь я же должен конкретному лицу заплатить идентифицировать это лицо а как здесь идентифицировать его невозможно идентифицировать у грн то нет ну ты чё бурлутского не слышал уже сказал в любом он сказал он-то он-то сказал только единственное что он по этому вопросу должен был выносить определение которому указать мотивы по которому он пришел к своему выводу том что ты обязан любому платить уже не вынес такое определение вот он нет но до кого-то как в следующий раз он только начинает говорить какую-то чувство хорошо уважаемый суд вынесите по этому вопросу определения в порядке установлены статью 225 гпк рф потом укажите мотивы по которым вы пришли к своему выводу о том что я должен платить любому а также укажите норму законов которые указано что я должен платить любому я посижу почитаю может быть я соглашусь с вами так-то по дурковать то чё если 25 статья еще четко написано вы сделали вывод я готов исполнить норму закона мне назови ночью выпился смотришь на меня норму закона мне написано что я должен платить любому например 312 статья гражданского кодекса говорит что я должен платить надвижащему лицу правильно исполнение надвижащему лицу а я хочу установить надвижащие лицо я ведь этим вопросом озаботился не каким-либо другим они от меня бегают и убегают и прячутся ты же от них не бегаешь не убегаешь ты прячется спокойно выходишь и разговариваю я наоборот за ними хожу везде они что убегают и убегают убегают я я тоже смотрю взял и побежал что ты побежал если у тебя все нормально что ты убегаешь ты пришел к я полицейский ты даже в этом себе в дом привосил давай чаю попьем посидим у меня вот это когда разгул бандитизма была там девчонки ходили торговали на рынке ну подойдет этот бандос типа вы меня должны платить ну присаживайся посидим поговорим кто ты такой что ты такой кто то есть кого ты представляешь кто тебе сюда послал потом с этим с хозяином встретимся поговорим с ним должен ли я тебя платить или не должен ты ждать не убегаешь когда если я должен платить я заплачу давай мне я должен знать кому я плачу через кого а то сегодня один у дела придет будет я ему должен будет платить а потом другой придет и выйти друг за дружкой исходить хороводы водить вокруг меня вокруг моих денег вроде бы все понятно добрый день чё у тебя там переписка с матюшенко или отдельно обсудим такая переписка так присоединил просто прикалываю сижу он он решил мне тут по подковыривать но якобы а как он же на тебя вышел то ну видимо по твоим этим отсылкам вышел во вконтакте сначала там какую-то чушь стал писать я его заблокировал засирать страничку стал я таких людей быстро сразу в черный ящик чтобы там не не хрюкали он давай мне в личку писать ну написал в личку я думаю позабавляюсь посижу если любишь люблю с вами общаться каждая для меня это развлечение а то есть с утра до вечера документы смотришь голова пухни здесь хоть пообщаешься с попереписываешься попереписываешь я тебе потом переписку пришлю почти не почитаешь добро этот главный вопрос сейчас этот щиток сфотографировал надписи есть через гейсы жкх хочу направить текст любой свободной форме на специально для этих для это для пухни как прямо так и пиши специально для которая здесь пытается и стоит корчить из себя благодетели на самом деле близко подпускать к общему имуществу нельзя вот там возьмешь ключ если предъявишь полномочия да если документы давай и вообще через через документы мне давай вот коротко документы мне давай и на просто будешь задавать потом сначала документы потом все остальное и с ними разговорка ты для меня никто не звать тебя никак подходит блин щеки надувает я перед каждым начинаете вопросами тебя я не обязан перед каждым перед каждой погони убил отчитываться документы давай ты собственно вот будет там про общее имущество это дима или кто там белый это не твое дело собственниками я сам разберусь а ты не по улице ходи ходишь по подъезду вот и ходишь а к моему имуществу свои поганые ручонки не тяни нагадишь потом убежишь я знаю вашу подлинку натуру бегаете трусливо попрячетесь они же бегают от тебя но человек трусил то побежал дождись матюшенко и 2 там как это управляющая компания сижу читаю протокол а у нас люди просто-напросто без грамотно себя ведут судья я учебник это пока да пока дать его игорь сижу занимаюсь вот всякую херно читались в ноте а по теме ничего не говорят и и и и Субтитры подогнал «Симон»